Предоставление субсидий сельскому хозяйству, земель, построительство домов, а также развитие инфраструктуры. Эти вопросы жители Тюльгубасского района подняли на встречу с Акимом Тургестанской области. Дархан Сатабалде отдельно остановился на каждом вопросе и дал людям конкретные ответы, а также поручил руководителям управления решить проблемы. Глава региона отметил, что в Тюльгубасском районе красивая природа и большой потенциал для развития туризма. «Большое внимание уделено социально-экономическому развитию Тюльгубасского района. Природа здесь удивительная, воздух целебный. Особенно много возможностей для развития туризма. Глава государства Касамж Маркемелевич поручил в Тургестанской области усилить тесную работу с населением. Вместе с тем, послания народу Казахстана даны конкретные поручения по актуальным вопросам. Новые инициативы придадут новый импульс экономическому развитию Тюльгубасского района. Сейчас мы наращиваем темпы развития сельского хозяйства, туризма и промышленности». Проводится системная работа по улучшению инфраструктуры района и повышению качества жизни. В этом году будут введены в эксплуатацию новые школы в селах Янбекши и Майлыкент. В рамках проекта «Аул Ель Бесегэ» в 11 населенных пунктах будут реализованы 32 проекта. В населенных пунктах Амангельдэ, Абайэл и Таусагас ведется строительство трех школ. Аким области в ходе рабочей поездки посетил ряд предприятий в Тюльгубасском районе и ознакомился с проектами. Один из них – ТОО «Бейбарыс Бутлэрс», где будут производить напиток «Эрси Кола». Строительство завода по производству газировки началось в июле. Общая стоимость проекта – 7 миллиардов 600 миллионов тенге. Объект будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Ожидается, что после запуска будет создано около сотни новых рабочих мест. Дарахан Сатебалды поручил увеличить рабочие места за счет частных инвестиций. Особое внимание необходимо уделить малому и среднему предпринимательству и открытию новых предприятий.